Добрый вечер, меня зовут Кирилл Липатов, это проект «Птичий язык». Сегодня у меня в гостях поэт Андрей Орловский, а его какую-то географическую привязку и все другие формы идентичности, по-моему, мы сегодня будем говорить все последующие 30 минут. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Кирилл. Андрей, сразу хочу попросить, несколько моих друзей меня обвинили в лицемерии, что я по какой-то странной большевистской манере под камерой вдруг с людьми, с которыми в обыденной жизни я на «ты», вдруг в камере я начинаю выкать. Я заметил это и ответил вам, Тимур. Да, давайте не будем лукавить на камеру. Вы ж не любите лукавить публично, поэтому будем на «ты», да? Давай. Ты вернулся в Одессу? Слово «вернулся» слишком опасное слово, оно слишком ко многому обязывает. Я сейчас в Одессе. Да. И не знаешь, сколько ты здесь будешь? Я знаю, что я буду в Одессе до начала ноября точно. А дальше планы размыты? Да. Для зрителя стоит сказать, что Андрей уехал из Одессы, поехал в Москву, а сейчас он снова в Одессе. У тебя же есть какие-то заготовленные характеристики своей поэзии. Тебе же постоянно задают вопрос. Да, и у меня было несколько таких разговоров интересных, которые я выстраивал исключительно на шаблонах, которые уже есть у меня в голове, которые касаются моего жизненного пути или творчества. И было несколько таких очень забавных игр, когда я отвечал только заготовленными фразами, которые я точно знал. Сейчас я этим заниматься не хочу. Это какой-то особый случай со мной или просто отказался от таких форм общения? По-моему, я просто устал. Что заставляет молодой талант созревать не там, где он был посеян? Что дала Москва? Москва. Мы с тобой в двух словах говорили об этом, когда находились вне камер. И я приводил следующий пример. Сейчас я расскажу о нем подробнее. Я говорил о том, что Достоевского в униженных, оскорбленных. Роман начинается с того, как герой ищет новую комнату, потому что в комнате с низкими потолками ему некуда думать. И в какой-то момент Херсон, когда мне было 15 или 16 лет, стал для меня такой комнатой, в которой я уперся в потолок. А со временем я заметил, что такой комнатой для меня стала Одесса. Поэтому я пошел дальше. Я приехал в Москву и, находясь там, я очень многое переосмыслил и понял, что здесь вот этот низкий потолок на самом деле натяжной. Его можно отодвинуть, а над ним сразу звезды. А там он вполне конкретно присутствует. Скажем так. Я продолжу эту метафору и расскажу совершенно удивительный факт по поводу потолков. Я-то тоже считаю, что в Одессе потолки... Вопрос стоял об уплотнении, что это какая-то старая барская квартира, которая была там уплотнена сбоку-сверху. Во дворе Русского театра есть трехэтажное здание, которое было превращено в семиэтажное здание. Делалось оно якобы для общежития театра «Лилипутов», потому что здание Русского театра было воритое в начале двадцатого века. Представляешь? Вот у меня такое ощущение, что мой родной город это вот такая из трехэтажного здания было превращено в семиэтажное здание. Соответственно, люди вынуждены ютиться с этими низкими потолками. Ну хорошо, ты с высокими потолками Домского собора вернулся сюда, приехал сюда, здесь находишься. Сейчас нет ощущения этого такого зажатого пространства? Ты же говоришь, что ты думаешь о новой книге. Вот скорее всего из-за нее у меня нет никаких бытовых ощущений точно. Ни чувства потолка, ни чувства… Сейчас? Да. Ни чувства замкнутости, хотя я сейчас замкнулся достаточно сильно, ни чувства одиночества, хотя это знакомое мне чувство. Вот это все меня не касается. Сейчас мне важна только моя работа, и я погружен в нее. Это новая книга, она жрет меня всего, и я работаю над ней уже год, и на протяжении этого года все остальное, кроме этой книги, все, что касается меня, да, за исключением этой книги, оно стало мне неинтересно. То есть сейчас мне все равно. Одесса, Москва, Варшава, почему нет? Кейптаун, почему нет? Любой город. То есть вот как Джойс, приезжал, замыкался и писал, неважно где? У меня есть… В этом этапе своего развития я вижу, что у меня есть работа, которую я должен выполнить перед собой, да, то есть я себе ее должен выполнить. Вот. И сейчас все равно, где ее делать. Штука в том, что когда я, ну скажем, увидел тебя, столкнулся с твоей поэзией, начал следить за тем, что ты делаешь, у меня сложилось впечатление, что ты всегда спешишь поделиться тем, что тем, что вылезло, тем, что тем, что выдавил из себя. А сейчас ты говоришь, что нет, вот у меня такой период герметичности, я самодостаточен в таком партеногенезе, сам себя оплодотворяю, пишу, и мне, в общем-то, ничего не надо. Ни сверху, ни снизу. Ничего не знаю. Не совсем так. Я могу говорить, да? Да, конечно. Во-первых, я хотел сказать о предыдущем периоде, чем отличаюсь от этого. Я вспомнил еще одну мысль, точнее не вспомнил, я понял еще одну вещь, которая очень важна сейчас. Она заключается в том, что вот тогда, несколько лет назад, когда мне нужны были вот эти самые высокие потолки, они нужны, когда ты находишься в процессе поиска, когда ты ищешь, и для того, чтобы думать шире, искать форму, подходить к темам, тебе вот как раз нужно это пространство. Сейчас я эту форму нашел. Не то, чтобы на всю жизнь, я имею в виду конкретно для данного. Форму, ты имеешь в виду свой язык. Да, то есть у меня есть все, у меня есть весь инструментарий для того, чтобы выполнить то, что сейчас передо мной стоит, выполнить свой долг вот на этом отрезке. Вот, поэтому мне не важно какой потолок. Это в предыдущий разговор. А в эту тему, в тему того, что я спешу поделиться, я бы так не говорил по поводу того, что я спешу выбросить то, что я делаю на суд. Тем более, в последнее время я чаще задумываюсь на суд кого. Ну, хорошо, давай мы уберем слово суд. Я говорю о том, что сейчас этой герметичности требует материал. Тот материал, с которым ты работаешь? Да. То есть вся новая книга, если перевести это на язык вещи, то новая книга – это некоторая призма, через которую я пускаю в разные стороны лучи света и наблюдаю, какие они получаются на выходе. То есть вся новая книга – это очень замкнутая система. Она находится, я даже не знаю, как это объяснить, она находится во мне. Вообще говоря, новая книга, мне разговор о ней – это разговор достаточно сложный, потому что я до сих пор еще не понимаю. С искренностью все было просто, все было ясно. То есть есть… Искренность – это сборник предыдущих. Да, это предыдущий сборник, в который вошли стихи и прозу. Там все было ясно. Она искренность, она прямая. Она… Как это? Она… Прямолинейная по собачьей. Очень… То есть, как бы… Я чувствовал, когда я себе писал… Я это написал в первом эссе, по поводу того, что я чувствую себя дворнягой. Эта книга написана дворнягой, которая написана в лоб, без подтекстов. Там есть несколько слоев, она похожа на слоеный пирог, но буквально два-три, то есть такой тоненький. Вот. То, что происходит сейчас, сейчас я бы назвал ее каким-нибудь… То есть, та книга, которую я работаю сейчас, если перевести на этот язык, совершенно несовместимый, по-моему, с литературой язык еды, если перевести на него, то то, что я делаю сейчас, это какое-то… У вас в студии нельзя материться? Нет. Ни в какой студии нельзя материться. Да, я понял. Это… Я знаю… Чего их учить все время? Есть такой коктейль, который называется «Ничего себе». Вот. «Ничего себе»? «Ничего себе». «Ничего себе». Ну, то есть, он называется немного по-другому, но мы обозначим его так. Окей. «Ничего себе». Это такая пол-литровая воронка, в которой очень-очень-очень много слоев. Вот. И то, что я сейчас делаю, если перевести на язык вот напитков или еды, это вот этот вот коктейль. Он очень сложный. То есть, это… Так. Андрей Орловский стал многословен. Я не знаю, стал ли я многословен. Я просто говорю, что то… То есть, я не знаю… Ты пытаешься из меня выйти, что я как бы… Я был… Как сказать… Я был простоват, а сейчас я стал… Да? Да? Нет, я вовсе не это хочу сказать. Я хочу сказать, что… Речь же не обо мне, а материально, над которым я работаю. То есть, как бы… Знаешь, что меня удивило? Я никогда не думал, что… Я мало, в общем-то, смысле в поэзии. Объясните. Вот вопрос от народа. А что поэта Орловский мыслит крупными формами книга? Вот я закончил розовый цикл. Теперь я закончу голубой цикл. Завтра я закончу цикл слоновой кости. Томами. ПСС. У Лимонова была очень хорошая формулировка. Она мне понравилась. О том, что если перевести литературу в категорию борцовая, а это, кстати, очень близко лежит эти две штуки. То поэт – это легкоатлет, а прозаик – это тяжеловес. И занимаясь стихами, когда-то, когда-то, на самом деле это очень интересная мысль, когда-то я прочел книгу Набокова, лекции Набокова, которая начиналась… Первая строчка, да? К этому моменту мои все страницы во всех социальных сетях называются «Андрей Орловский. Честная литература». Честная литература. Я открываю книгу Набокова и на первой странице, в первом эссе читаю строчки. Так начинается книга одного из самых уважаемых написателей. Вся литература – это вымысел, шутка, игра, обман. И, естественно, я тогда вспылил. Так вот, я понял, что это имеет место быть. И… Это что? То, что вся литература – это вымысел и обман. Но поэзия – это точно. Да. Поэзия – это сверх. Поэзия – это игра. Поэзия – это очень хорошая игра. И на данный момент я не понимаю, готов ли я играть в игры дальше. Мне нужно, и этим новая книга отличается от предыдущей книги, мне нужен жест, мне нужен плакат, мне нужен… Вот, я только что понял, по-моему, самое замечательное. Искренность – это предыдущая книга, это мысль о действии. Эта книга – это действие. Я не знаю, сколько в ней будет стихотворений и будут ли там стихи вообще. Вот так. Твой язык чрезвычайно метафоричен. И это меня первое, что привлекло в том, что я слышал из того предыдущего периода. Потому что ты все время подчеркиваешь, что вот что-то закончилось и что-то началось. А вот метафора, вот эта тропология, она какая? Ты какими метафорами лучше всего оперируешь? Потому что я, например, может быть, в силу профессиональной деформации и археолог, я вещевед. Мне легче понять человека по набору вывернутым его карманам. Ты какими метафорами оперируешь? Ты думал об этом когда-то? Конечно. И, наверное, больше всего в языке мне интересны два вида слов, два вида метафор. Первое, это слова колючие. Вот слова, которые, ну, иногда это употреблял Бродский в поэзии, когда он, работая над стихами, он употреблял в контексте, например, в контексте любовного стихотворения, он употреблял слово, например, гипотенуза. Это слово совершенно не подходит здесь, оно совершенно из другого мира, совершенно не из мира чувственного. Оно такое колючее, оно не нужно, за него цепляешься. Вот это первое, что мне было интересно. А второе, мне всегда нравились слова и обороты, которые, как это сказать, представь себе, что ты идешь по улице и посреди улицы, ты наступаешь на асфальт и проваливаешься, и понимаешь, что сверху лежал какой-то картон, выкрашенный под асфальт. Вот мне очень нравятся слова вот такие, которые на самом деле, кажется, они совершенно сливаются с окружающим фоном, но стоит тебе немного на них нажать и обнажается истинная суть вещей. Вот эти два типа слов, их, наверное, стоит поменять местами, потому что второе для меня больше интересно, а первое, о которых я сказал, они просто помогают мне писать, потому что эти колючие слова, ты за них цепляешься и работаешь дальше. Набоков тебе нравится, как он работает с метафорой? Как он с тропологией, его тропологией? Ты знаешь, мы с тобой встретились в такой странный период, когда все очень сильно меняется внутри меня. И раньше Набоков, безусловно, был одним из моих любимых писателей, но сейчас это изменилось. Во всяком случае, в какую сторону? В данный момент, я, если Набокова раньше был для меня привлекателен совершенно всем, всем, что он делал, то сейчас у меня из вот этого всего у меня совершенно откололись рассказы. То есть, рассказы Набокова кажутся мне отвратительными. Да, ладно. Да, рассказы Набокова, то есть, именно потому, что в них я чувствую, что он играет. Это то, о чем он говорил, о том, что мои рассказы, это такой подвид, да, он уже все переводил на бабочек на своих, по поводу того, что есть как бы обычный вид бабочек, а есть бабочки, которые, ореол, обитание которых находится в нестандартной для них зоне, где-то высоко в горах, где-то там в пустыне, и они немного видоизменяются. Это такой прототип бабочки. Вот рассказ – это прототип романа. Вот, и он относился к рассказам таким же образом. Для него рассказ – это была такая, и я это чувствую, это была игра, игра с собой, в первую очередь, игра со словом. Да, такой маленький черновики роман, но это видно по его рассказам, о том, что в некоторых рассказах сюжеты или некоторые словосочетания прямо транслируются в его романы. Вот. И если в романах происходит очень глубокая, очень высокого уровня психологическая работа, рассказы – это игрушки. Это не игрушки, это маленькие формы. Я чувствую это отношение, когда читаю его рассказы. Да. У меня другое. У меня другое. Я вспомнил сейчас такую интересную типологию дискурсивной реальности Поля Негри. Негри говорил, что все люди делятся на части речи. Есть люди глаголы. Не просто по частоте употребления. Да, я понимаю. Есть люди существительные, есть люди местоимения, есть люди числительные, есть люди прилагательные, а есть даже люди между медиа. Да. Понятно, что есть какая-то иерархия, а Андрей Орловский – он кто? Он какой человек, если в этой типологии на игри жить? Мне кажется, что любой человек, который занимается искусством, но занимается искусством, как это сказать, уверенно. Не как Франц Кавка, а как Генри Миллер, скажем так. Этот человек является человеком-глаголом. Это безусловно. То есть человек действия? Да. Ну, я убрал из ряда Франца Кавку, собственно. Но то, что касается меня, я бы сказал, что человек прилагательный. Да, я согласен. Потому что я наблюдатель. Я тоже думал, что человек прилагательный. Да. Человек прилагательный – это человек, который, знаешь, как летучие мыши, которые ничего не видят. Они пускают какие-то своим радаром, тонаром, какие-то волны, а потом получают от предмета назад, обраточку. И человек прилагательный – я просто так уверенно говорю, потому что я тоже человек прилагательный. Это я понял. Я понял, что эти люди всегда соизмеряют, ну, как бы воспринимают мир через отношение себя к ним. Вот как летучие, как слепые летучие мыши. Они вот к чему-то всегда прилагаются. И это вот в твоем языке это очень чувствуется. Я вот, я думаю, что он там скажет, наверное, тоже глагол будет. Все хотят быть людьми-глаголами. Я это тоже заметил. А ты теплый или холодный? Был или есть? Есть. Мне кажется, я всегда был открыт. Я всегда… Нет, это не ответ же на мой вопрос. Это ответ на твой вопрос. Дождись конца. Так. Вот. Я всегда… Теплый и холодный, разница между ними чисто физическая. В том, что теплый отдает, а холодный берет. И все. И я всегда давал. Но в последнее время из-за сложности… Я действительно взвалил на себя сейчас очень непростую работу с этой книгой. Вот. В последнее время я только беру. Но, слава Богу, мне получается брать только у себя, у города, у моря, у природы, у животных. То есть я не беру людей. И… Вот когда человек публично в этом признается, то всегда хочется повесить какой-то чумной колокольчик тебе на шею, как в средневековье. И говорить, вот, дорогие граждане, люди, дети, держитесь от Орловского подальше. Он сейчас заявил, что он только берет. Хотя всегда раньше давал. Я не буду тебе задавать вопрос, почему произошла такая… Это все разговор, ты понимаешь, это все разговор о новой книге, а я не могу говорить о ней компетентно. Вот в воскресенье на афише… у меня сейчас два концерта, в субботу и воскресенье. В воскресенье на афише концерта написано проза, диалог и черновик новой книги. Естественно, я никому не покажу черновик новой книги. Я покажу некоторые идеи, которые лежат внутри, но черновик… Как можно показывать черновик? Это, естественно, запрещено. Вот. Я мог бы очень много рассказать. Это все особенности работы над книгой. Хорошо, ладно. Это твоя мастерская, в которой ты сейчас живешь и ни в каких других комнатах не бываешь. Что мы еще планировали обсудить, это твое несогласие с тем, что я тебя вписал в новую искренность. Я-то считаю, что Андрей Орловский – это, наверное, самый яркий в Одессе представитель этого культурного феномена. Потому что это не поэзия. Новую искренность я вижу в кино, новую искренность я вижу в театре, новую искренность я вижу даже в политике. Я глубоко убежден, что новая искренность – это какой-то такой тренд последних десяти лет, может быть, чуть больше, в котором так или иначе есть яркие, а есть худшие воплощения. А ты вот сказал, что не новая искренность – это Водильников. Одну секунду. Когда ты это говоришь сейчас, ты говоришь мне, я считаю, что новая искренность – это раз, два, три, четыре, пять. Ты относишь себя к ней? Ты сейчас говоришь так. Там ты сказал – ты новая искренность. Последние несколько лет я прожил в Москве, там где словосочетание новая искренность напрямую ассоциируется. Это эквивалентно. Ну, потому что Водильников, условно говоря, ее приватизировал и перевел с английского на русский язык. Понимаешь? Еще раз, всячески хочу подчеркнуть, что когда я заговорил о новой искренности, это вовсе без привязки к заглавию твоего. Да, я понимаю это, но я не знаю, чего ты хочешь в ответ. Это твое мнение. Я не могу его, наверное, прокомментировать. Ну, то есть это, как сказать, твои стихи хорошие, плохие, такие, такие, такие – это оценка. Хорошо, хорошо. Нет, это не оценка. Я объясню. Тогда я должен объяснить, как я понимаю новую искренность чуть шире, чем там язык Водильников. Новая искренность – это состояние языка, состояние культуры, когда после многовекового использования двух базовых чувств, чувства любви и страха перед смертью, или там, я не знаю, эрос и тонатос, в силу коммерциализации культуры, чего угодно, включились, начались культурой использоваться чувства второго ряда, где одним из ярких чувств является искренность. То есть искренность всегда была такой приправой к этим первым чувствам, к страху и к желанию, сексуальному желанию. Когда эти чувства стерлись, начали использовать вот эту гарнировку, потому что она всегда была… Ну, что такое искренность? Да, я понимаю. Это пробный камень для того, чтобы… Настоящий страх, ненастоящий страх. Самоделищный или понарошку. Да, я понял, о чем ты говоришь и… То есть новая искренность – это наши публичные блоги. Я понимаю, я понимаю, что ты говоришь. Новая искренность – это Барак Обама. Новая искренность… Как ты мог сказать это словосочетание? Что именно? К чему здесь? Барак Обама? Да. Ну, как это? Политик совершенно другого типа. Да, я… Понимаешь? Новая искренность… Я понимаю, о чем ты говоришь и с этим утверждением я не могу быть не согласен. Во всяком случае, я уже думал об этом. И мне очень понравилось вот это чувство второго ряда. Это очень важная для меня тема. Да, это такая зона, в которую я постоянно смотрю. И я думаю об этом. Ну, вот у тебя… Ты предельно… Много там… Поэзия – это предельная форма искренности, предельная форма откровенности. Ты же постоянно живешь в этом состоянии. Я не знаю, какая новая книга будет, как она будет выглядеть. И мне всегда казалось, что вот эта постоянная открытость, эта предельность, может быть, даже запредельность, как ты стремишься… Это, по крайней мере, когда ты декламируешь стихи, ты стремишься к этому запредельному состоянию. И стремишься вывести и слушателей. Местами это у тебя удается, и поэтому я начинаю злиться. Потому что я не люблю, когда меня выводят за руку куда-то за предел. Выйди вон, Липатов, из этого помещения. Почему я плохо отношусь к новой искренности и не хочу, чтобы, условно говоря, талант Орловского служил на это дело? Потому что, как мы успешно просрали быстренько чувство первого порядка… Ну, кто сейчас боится фильмов ужасов? Или кто сейчас смотрит кино про любовь мужчины и женщины? Никто не смотрит. Потому что чувство второго порядка мы просрём ещё быстрее. И вот что мы будем делать тогда? Что мы будем делать тогда без этого пробирочного камня? И что-то мне говорит, что это произойдёт на твоей и на моей жизни. Понимаешь? Я это Водейнику высказывал, он говорит, да не волнуйся, хватит на наш век. Отвечал мне Водейник. Я не думаю… Я не хочу говорить о новой искренности. Я согласен в том, что меня интересовали чувства второго порядка. Но, в общем, говорить о новой искренности я не хочу. Более того, у меня есть ощущение… Да, это, кстати, предмет новой книги… Что эта новая искренность уже закончилась. У тебя или вообще? Вообще. Даже больше. Мы недавно говорили с Лёхой Никоновым, он сказал вообще потрясающую фразу. Мне понравилось в том, что в этом году закончился постмодернизм. Ой, знаешь, его хоронили уже… 20 лет хоронят. Давай не будем его посмотреть. Секунду. И наступает какое-то новое время, наступает какая-то новая литература, наступает какой-то новый вид искусства. Я чувствую это, но я изо всех сил пытаюсь это нарисовать. Именно поэтому эта книга занимает у меня уже полтора года. Полтора года и 10 написанных строк. Понимаешь? То есть 10 написанных. Все остальное происходит в голове. Я все равно не понимаю, почему ты живешь книгами. Это вот какие-то закрытые формы. Книга – это то, что твой редактор литературный. Ты не понимаешь, что происходит внутри. Если тебе кажется, что это сборник стихотворений – нет. Это роман, который разделен на части. Я пишу роман очень темный, очень личный, очень черный, очень замкнутый роман. Который разделен, так получилось, судьбой на эссе, стихотворения, комментарии к ним. Но это полноценная работа. Цельная форма. Да. Искренность, мой предыдущий сборник – это тоже полноценная работа. Это не увидел там только дурак. Она начинается с одной строчки и заканчивается этой же строчкой. Многие стихи продолжают друг друга. Это закрытая форма. Мне не интересно, понимаешь, писать вот эти отрывки. Меня интересует гармония общая, которая получается. То, над чем я сейчас работаю – это закрытый концепт. Полностью. Это как скульптура. Не собранная из отдельных деталей. Это камень, который я вытачиваю. И сейчас это один из самых важных вопросов, которые стоят передо мной. Это наступает новое время, которое требует нового искусства. Я это чувствую. Я не хочу афишировать это. Я не хочу кричать об этом. Я не хочу вешать какие-то лозунги. Я просто где-то это чувствую. И искусство должно быть другим. И оно начинает работать по другим законам. Именно поэтому вот эти полтора года я бьюсь над вот этим вот одним вопросом. Каким? Какая это форма? Какое это новое искусство? У меня есть это ощущение. Но говорить об этом в прямом эфире, пока я не закончил свою работу… Хорошо, не будем. Я хотел тебя расспросить, почему Орловский не животное политическое. Я хотел тебя расспросить, в какой… Одиночка ли ты в поэзии или дружишь с кем-то, куда ты себя вписываешь. Но времени нет, и поэтому я тебя попрошу прочесть что-то. Напоследок. Знаешь, я написал стихи уже полгода. И последнее написанное на стихотворении, одно из самых коротких, которые я писал, оно на данный момент является для меня, наверное, самым важным. Я о многом уже сказал на толку. Все мы ищем в стоге из слов иголку, и смысл не в ней самой. Города и люди, дороги, книги, движение единственное из религий, исповедуемых мной. Это был Андрей Орловский. Доброй ночи. Доброй ночи.